Пациентка 38 лет. Жалоб не предъявляет. Осмотрена терапевтом. Температура 36,9. В легких дыхание жесткое. В остальном без особенностей. Направлено терапевтом для исключения пневмонии. Область исследования. Органы грудной клетки с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контрастное усиление не проводилось. Выявлены участки инфильтрации легочной ткани в дорзальных отделах обоих легких на периферии. В6 С10 справа, общими размерами 70 на 20 на 140 мм. Справа В4 35 на 10 на 10 мм. ВС8 справа 20 мм. Матовое стекло. ВС7 справа. Зона инфильтрации 15 мм в поперечнике. Справа. Слева ВС10 45 на 20 на 50 мм. Пневматизация легочной ткани без признаков эмфиземы. Ветвление легочных артерий типичное. Контуры их четкие. Просвет трахеи не сужен. Бронхи на видимом протяжении проходимы. Визуализируются просветы бронхов до третьего порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Увеличенных. Патологически измененных лимфатических узлов средостения, над и подключичных, подмышечных не определяется. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах не увеличены. Аорта и ее ветви не обозвестлены, не расширены. Травматических и или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной пневмонии, вероятно, вирусной. Рекомендуется госпитализация. После осмотра пациентка вызвала в клинику свою мать в 83 лет для исключения пневмонии. Область исследования. Органы грудной клетки с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контрастное усиление не проводилось. Определяются множественные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла, диффузно разбросанные в легочной паренхиме. Хальцинат ВС-10 справа 5 мм. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Просвет трахея не сужен. Бронхи на видимом протяжении проходимы. Визуализируются просветы бронхов до третьего порядка. Стенки их выглядят уплотненными кальцинированными, без признаков наличия бронхоэктазов. Выявлены множественные обызвестленные лимфоузлы средостения. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкотного содержимого грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах грубо не увеличены. Аорты и ее ветви обызвестлены не расширены. Травматических и или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной. Обширное поражение легких. Рекомендуется госпитализация. На следующий день пациентка была госпитализирована в связи с развитием дыхательной недостаточности. Переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Анализ на COVID-19 пока не готов. Данное наблюдение прекрасно иллюстрирует контагенозность вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова